Памяти покойной матери Психолог в концлагере Неизвестный заключенный Психолог в концлагере Таков подзаголовок этой книги Это рассказ больше о переживаниях, чем о реальных событиях Цель книги — раскрыть, показать пережитые миллионами людей Это концентрационный лагерь, увиденный изнутри С позиции человека, лично испытавшего все, о чем здесь будет рассказано Причем речь пойдет не о тех глобальных ужасах концлагерей, о которых уже и без того много говорилось В ужасах столь неимоверных, что в них даже не все и не везде поверили А о тех бесконечных малых мучениях, которые заключенный испытывал каждый день О том, как эта мучительная лагерная повседневность Отражалась на душевном состоянии обычного среднего заключенного Следует заранее сказать, что то, о чем будет здесь говориться Происходило преимущественно не в больших, широко известных лагерях, а в их филярах, отделениях Однако известно, что именно эти небольшие лагеря были лагерями уничтожения Здесь будет рассказано не о страданиях и гибели героев и мучеников А скорее о незаметных, безвестных жертвах концлагерей О массах тихих, незаметных смертей Мы не станем касаться и того, что перенес и о чем рассказывал какой-нибудь заключенный Годами подвязавшиеся в роли так называемого капо То есть чего-то вроде лагерного полицейского, надсмотрщика Или иной привилегированный заключенный Нет, речь идет об обычном, безвестном обитателе лагеря На которого тот же капо смотрел с презрением сверху вниз В то время как этот безвестный жестоко голодал и погибал от истощения У капо дела с питанием обстояли неплохо Подчас даже лучше, чем в течение всей его прежней жизни Психологически, характерологически подобного капо Можно скорее приравнять не к заключенному, а к СС, лагерной охране Это тип человека, сумевшего ассимилироваться Психологически слиться с ССовцами Очень часто капо бывали даже жестче лагерной охраны Причиняли обычным заключенным больше страданий, чем сами ССовцы Чаще били их Впрочем, и назначались на роль капо только такие заключенные, которые были к этому пригодны Если же случайно попадался более порядочный человек, его тут же выбраковывали